Моей жене. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и роза мое прощание. Оставайся в здравии и помни только то хорошее, что было. Ольгерд. Ольгерд. Небо плачет. Ведьмака хоронить будут. Так. Химия. Фух. Теперь он буряк. Ребляк там, что там булькнуть. Что это может быть? Следующий. Следующий. Отпрыгивай, герой. Ребляк. Бабай. Расслабилась. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ох, еще один? Добавил DimaTorzok 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 Какая ужасно печальная у нее жизнь была Целыми днями я лежала и глядела на нее до тех пор пока она не исцелела от А вскоре и я То есть розы больше нет? Но в этом мире есть Посмотри Ты похоронил мое тело И цветок Ановь расправил лепестки Я же Я все спала глубоким черным сном И только сейчас пробудилась Как моя прекрасная роза Какое доброе дело мы все-таки сделали Когда ты положил на мою могилу картину Я вспомнила день Когда вышла замуж Скажи мне Ольгерд здоров Как ему живется? Он был с вами кстати поздороваться Хе-хе-хе Причем я не был уверен Что мне удастся прийти с первого раза Поэтому всем привет Хе-хе-хе С вами Квина У твоего мужа есть могущественный враг Ты знаешь Гюнтера Одима? Я проклинаю день Когда узнала это имя Кто такой Одим? И как он вмешался в вашу жизнь? Это ради меня Ольгерд вызвал стеклянного человека И пожелал себе богатства А потом вечности для нас обоих Ольгерд расправится с Одимом, правда? Скажи, что с моим мужем? У меня такая же у него и вечность получилась Твой муж ищет все более сильных ощущений И искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен Сердце из камня А значит, ничего не изменилось Скажи, Ольгерд вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного А я не спрашивал Он просто прислал меня за Розой Роза? Это все, что у меня осталось Его прощальный дар Мне показалось, что эта Роза для тебя важнее, чем просто память Я так мало помню Но когда я думаю о моей Розе, я могу вспомнить то, что было Мир вокруг меня становится настоящим, а я замечаю и узнаю вещи вокруг Вспоминаю, кто я и кем была Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном Ты связана с Розой сильными эмоциями И цветок это то, что у ведьмаков зовется шпилькой Он приковал тебя к этому миру Как пришпиленные насекомые Это ужасно Какая жизнь у него была Ты должна знать, что если я заберу Розу, то ты, быть может, перестанешь существовать Вместе с этим призрачным миром И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Не знаю Кто по ту сторону смерти? Не знает никто Никто еще не вернулся, чтобы рассказать Я не хочу больше страдать, но я боюсь, что потом только холод и тьма, а в конце нет уже ничего Мне нужна твоя Роза Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила ее в подарок Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу Когда я взяла ее в руку А может, я поранила палец ошип? Или это была кровь? Не помню Все-таки она немножко моторожная Знаешь, я никогда не читала того письма Мне было незачем И незачем было хранить цветок, который он мне оставил Я приняла решение Я отдам тебе Розу Наша служба окончена Благодаря тебе мы свободны, незнакомец Прежде чем мы уйдем, прими совет Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить Зеркало, которое нельзя разбить? Проща Ирис фон Эверик, я буду помнить тебя Это уже не важно Прощай Прощай, нарисованный мир Однокупа Раунд Мы освободили ее дух и освободили души всех, кто был прикован к этому месту Такой себе сеанс экзорцизма Made by Ведьмак В общем, ведьмаки привычны в этом деле Ну что ж, мы снова в этой резиденции и уже никого нет Где? И уже никого нет, и мы должны встретиться с Ольгердом Я так понимаю, что у нас последнее задание Статья о персонаже Ольгерд Ольгерд Боже, сколько персонажей, а мы перевидали здесь Коломене Мне все так было тяжело И в игру участь играть, потому что ж последняя серия Это ужасно Вот почему? Объяснил В перев azul Ольгерд Ольгерд Замечнил Алигерд Ольгерд 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 так Ага, это все-таки та самая Ириса. Давно-давно Ольги отлюбился в Ирис, красивую девушку из зажиточной семьи. Ее родители приняли его предложение руки и сердца. И история шла, казалось бы, к счастливому завершению, как вдруг на семью фон Эверика нахлынула волна несчастья. Череда неправильных решений и несколько лет неурожая оставили прежде богатую семью в огромных долгах. Семья Барсоди выкупила эти долги и потребовала немедленные выплаты, окончательно разорив фон Эвериков. То есть... Странное с зятем поступает. Видя это, родили Ирис, передумали по поводу... Так, а, не, Барсоди это вообще третья семья, да? Ни за что они разорились, они такие... А мы не будем выдавать замуж дочку, обручили ее с эфирским эфцером, приехавшим в Оксенфур на учебу, которого мы встретили в каналах виде лягушки. Отчаявшись, Ольгер обрадился к господин Зеркалу, вскоре вернул свое благосостояние влияние и, самое важное, свою помолвку. Все шло в гладку, пока не обнаружился побочный эффект его желаний. Сердце Ольгерта медленно превращалось в камень. Статый шум. Ведьмак был близок к тому, чтобы завершить и довыполнять договоры между Ольгертом и господином Зеркалом. Правильно ли он поступал к Герлану, где был в этот момент? Его преследовал вопрос, что же было, чем же было это, что-то очень личное, что ли, желанное для Гюнфелогима? Душа, наверное. Что нужно вечно всем демонам?